МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хаюшки Семс Вай Ван Пойнт и это передача Школа Дрифта. Сегодня мы будем прокачивать аккуратную интегру Type R. Она вышла в последнем обновлении. И вот так вот с пылу жара без моего лица мы сейчас начнем прокачивать наш автомобиль. Точнее, как начнем? Я вам просто покажу, как его сделать по дрифту. Ставим двигатель. Естественно, вначале, как всегда, свапаем на 2 литра. Ай-4 ВВТ. Также не забываем сделать замену трансмиссии и свапаем ее на задний привод. Это обязательно, никуда без этого. Также, к сожалению, интегра почему-то не обзавелась хорошими обвесами, поэтому те, которые нам предлагают форзам, мы не ставим. Ну, по крайней мере, я не стал ставить. И задний спойлер тоже решил не ставить. Типа, ну, как-то... Не-не-не-не-не-не, друзья, не надо его ставить. Так, ну, колеса. Тут все, как обычно, понятно. Серийный состав шин. Ширина передних колес я поставил 205. Задних колес я поставил 245. Ну, и диски, и размер дисков уже выбирайте сами. Так, идем дальше. Привод. Тут, насколько я помню, все по максимуму. Абсолютно все по максимуму. Естественно, не ставим апдейты от Штормайланда. Они нам не нужны. Все по максимуму. Ходовое управление, насколько я помню, да, тоже все по максимуму. Простите, я могу что-нибудь забывать, потому что машину прокачивал в день релиза этого DLC. Поэтому сейчас я уже через некоторое время вам это все рассказываю. Не было времени у меня смонтировать этот выпуск никак, поэтому вот сейчас сделаю. Так, все по максимуму. У нас двигатели тоже все по максимуму. Сейчас вот специально проверим, чтобы убедиться в этом. Ну, вроде как, все на максималке. Все, что видим, все покупаем. Без этого, к сожалению, никуда, чтобы наши автомобили валивали. Да, все по максимуму. И маховик, да, тоже все по максимуму. В итоге идем в мастер конфигурации. И что у нас тут? На шинах у нас 3 бара, на задних 2,8. Передачи. Смотрите, как у меня вот тут сделаны. Я поменял главную на 3,35. Первую на 2,67. И дальше вот по цифрам, кстати, также у меня. Развал схождения. Я сделал отрицательный на минус 2,6. И на минус 2,6 тоже задние. Схождение я в этот раз не делал наружу, как я обычно делаю. Поэтому и без этого тоже все нормально дрифтится. Не заморачивайтесь, друзья. Угол я поставил 6 градусов. Можно поставить и побольше. Но будет вероятность, что вас может развернуть. Поперечные стабилизаторы на 23,32 передние, на 25,61 задние. Пужины 145,3 передние, 159,7 задние. Естественно, клиренс вниз. В самый мелкий низ. Вообще, на максимум. Амортизаторы передние на десяточки, задние тоже на десяточки. Сжатие у нас на 9,7 и задние на 10,6. Аэродинамики, естественно, нету, потому что не стояло обвесы. Торможное усилие у нас идет на задние колеса. Баланс я поставил на 68%. И тормозное усилие давления я поставил на 167%. Дифференциалы, естественно, заблокировано ускорение и замедление на 67%. Так, ну что ж, теперь давайте проверять наш конфиг, как у нас вышло. Плохо или нет. Друзья, к сожалению, Акро Интегра у нас вышла немного такой неповоротливой бегемотикой. В дрифт вносится очень плавно и крайне неохотно. Но при этом, если вы ее хорошо понесете, она будет держать очень большой угол и при этом дрифтить на большой скорости. Подходит такая машина, к сожалению, не для маленьких конфигов трасс, но зато подходит для длинных конфигов трасс. Требует она привыкания, потому что никак не получается каким-нибудь новичкам на ней дрифтить. Это я вас уверяю. Вас будет постоянно разворачивать, потому что любую ошибку машина просто не прощает. Сразу же вас разворачивает. И все, дрифт на этом закончен. Ну, если нормально наловчиться на ней, дрифтить, в итоге получается довольно красиво и неплохо. Друзья, совсем забыл сказать, теперь все тюнинги, которые я делаю, выкладываю на витрину для самых-самых ленивых, которые не хотят сами ничего делать. Для этого мы нажимаем просто на паузу, заходим в тюнинговать машину и дальше нажимаем «Мастер конфигурации». После этого нажимаем «Загрузить настройки», потом «Поиск». И в поиске мы вводим «Схул дрифт», «Школа дрифта». Сейчас вот я вам покажу. Все очень просто. «Схул дрифт». На каждой определенной машине после этого будут появляться тюнинги, которые я сделал. Как вы видите, «Школа дрифта», «Создатель One Point Reviews». Ставите этот тюнинг и у вас будет машина вудит точно так же, как моя. Естественно, дизайны вы можете заменить. Ну, на этом, друзья, у меня все. С вами была «Школа дрифта». Меня зовут Дмитрий One Point. Не забывайте подписываться на канал, комментировать, ставить лайки. Субтитры сделал DimaTorzok